Бонусы для врачей, примеры к празднику и выгодное предложение, когда в Беларуси появится ипотека. Это большие итоги. Самый яркий информационный акцент в неделе от тех, кто видел все своими глазами. Я, Мария Бересневич, мы начинаем. Город против ковид. Предприятия и частный бизнес подключились к акции в помощь митникам. Кто, как и кому помогает, расскажет Максим Кембель. Получка по-новому. Лифты в двухэтажках и вода без перебоя. Ремонтировать и тестировать трубопроводы будут в сентябре. Апрель цвета хаки. В Абруске продолжается весенний призыв. Мария Бушкевич ушла в армию. Коронавирус на краю света. Яблочный инсайт и гостиницы на паузе. Мировые системы онлайн бронирования на грани банкротства. В столицу прибыл самолет с гуманитарным грузом из Поднебесной. Тест-системы, термометры, маски, защитные костюмы. Лайнер доставил свыше 30 тонн груза. Это уже второй гуманитарный рейс из КНР. Неделю назад в Минском аэропорту приземлилось воздушное судно из Узбекистана. Копейка рубль бережет, вода без перебоя и достижения большого. Чем страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. В Беларуси появится ипотека. Соответствующий указ подписал президент. Залогом может стать любое жилье или земля в собственности. Для отдельных категорий есть послабление. Например, военные могут рассчитывать на отсрочку по выплатам. Зарплаты станут считать по-новому. Размер получки временно отвязали от производительности труда это решение правительства. Ранее уровень дохода напрямую зависел от эффективности работы. Постановление будет действовать до конца года. В двухэтажных домах и общежитиях начнут устанавливать лифты. Эти изменения закрепили в техническом кодексе. До сих пор подъемникам могли похвастаться лишь жители пятиэтажек и других высоток. Также в документе описали, что такое квартира-студия, а на последних этажах разрешили монтировать электровентиляторы. Министерство ЖКХ рекомендовало местным органам власти перенести отключение горячей воды. Судя по всему, трубопроводы будут тестировать в сентябре. В ведомстве подчеркнули, отказаться от ремонта вовсе не получится. Белжеде ввела новую схему рассадки. В купе будут размещать не более двух человек, в плацкартах не более трех. В сидячих двухместных вагонах продадут лишь один билет у окна. Подробная информация есть на официальном сайте компании. Мира временная, она позволит пассажирам соблюдать социальную дистанцию. Премию годовщине Великой Победы уже получили более 19 тысяч человек. Ветераны, родственники погибших военных, партизанов и подпольщиков. Максимум начислили героям Советского Союза по 2,5 тысячи рублей. За две недели Минтруда выплатила 16,5 миллионов. Забрать вознаграждение можно на почте до 1 мая. Тем временем Нацбанк выпустил памятные монеты. Номинал серебряных 20 рублей. Отчеканили ровно 999 штук. На одной стороне изображен вечный огонь на фоне салюта, на другой – пятиконечная звезда в центре цветка. Более дешевый вариант из меди оценили в рубль. Поборот пустят почти две тысячи экземпляров. Все монеты – законное платежное средство. Большой театр Беларуси вошел в тройку лучших в СНГ. Первую строчку возглавил брат из Белокаменной. На третьей позиции закрепились Алматы, у Минска – серебро. Жюри обращало внимание на популярность культурной Мекки и количество онлайн-трансляций. В пятерке также главные сцены Нур-Султана и Баку. Тем временем Африки предрекли резкий рост заболевших COVID-19. Во Франции фокус временно сместили на Нотр-Дам-де-Пари. Международные системы онлайн-бронирования ушли в минус. Моя коллега Кристина Ариянц следит за новостями из-за рубежа. Проклятие гостиниц и рай для путешественников действительно на грани, как и вся туристическая отрасль в мире. Карантинные меры из-за пандемии COVID-19 не могли не сказаться на крупнейшем сервисе бронирования. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Кристина Ариянц и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. В Беларуси представили Сенс-МД. Бесплатный инструмент позволяет в домашних условиях проводить онлайн-диагностику вирусных инфекций. Устройство способно дать рекомендации по дальнейшим действиям. Гаджет создали медики, которые специализируются на COVID-19. Разработчики предполагают, их приложение поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения. Врачи сутки напролет работают по всему миру. Всего зафиксировано свыше 2 миллионов 200 тысяч зараженных. Около 155 тысяч человек спасти не удалось. Лидерам по числу инфицированных COVID-19 остаются США. Следом идут Испания, Италия и Франция. Замокает пятерку Германия. Власти Британии продлили введенный из-за коронавируса карантин как минимум на две недели. За день коронавирус унес жизни почти полутора тысяч человек. Во Франции поставили антирекорд. Вспышку зафиксировали и на борту авианосца Шарль де Голь. По официальным данным, там заразились 700 моряков. Строгие карантинные меры в стране продлили до мая. Действия режима строгой самоизоляции необходимо продлить до понедельника 11 мая. В настоящее время это единственный способ эффективного реагирования. И это условия для дальнейшего замедления распространения вируса. Чтобы в палатах интенсивной терапии были свободные места, наши медицинские работники имели возможность восстанавливать силы. В Сербии власти пошли на беспрецедентные меры и объявили трехдневный карантин. Люди заперты в четырех стенах. В разгар пасхальных праздников в храмах ни души. Мы проведем Пасху с семьей дома. Если бы не вирус, мы бы отметили праздники должным образом. Ситуация такая, какая есть. Что поделаешь? Правительство Лихтенштейна распространяет биометрические браслеты. Гаджеты следят за состоянием организма человека. Контролируют температуру дыхания и сердцебиение. Малейшее отклонение от нормы раздается сигнал. До осени технику выдадут каждому. Смотрите, в Адус, по крайней мере, люди по домам вроде не сильно сидят, машин много, пешеходов нет. Лихтенштейн, наверное, не весь на карантине. Тем временем в других странах Европы пик заболеваемости коронавирусной инфекции пройден. В Испании миллионы человек вернулись на работу, но детям все еще нельзя выходить из дома. У нас же городок небольшой, соответственно, в общем-то, никто не нарушает. Это я вот даже, видите, выхожу в такое время. Когда людей меньше сиеста. На следующей неделе в Германии вновь откроются мини-магазины. Во время пандемии было не до них. Автосалоны, книжные и веломагазины могут быть открыты вне зависимости от размера. Следующий пункт. Разрешается работа музеев, библиотек, архивов, зоопарков и ботанических садов. Нет общего требования носить маски, но правительство рекомендовало очень настойчиво носить их для всех. Непонятно, конечно, где взяли эти самые маски, потому что их нигде практически нет. В Украине бизнес упорно игнорирует карантин. В стране открывают новые супермаркеты. Очевидцы засняли давку в Мариуполе. В Дании свои двери распахнут салоны красоты. В середине недели дети скандинавского государства вновь приступили к учебе. «Мы расставили парты на расстояние двух метров. В классах есть мыло и дезинфицирующее средство. Мы нанесли линии на полу, чтобы дети могли соблюдать дистанцию». Белорусские школьники тоже завтра сядут за парты. Каникулы и так растянулись на три недели. Между тем, все больше предприятий начинают шить защитные средства. Бобруйская славянка выпустила первую партию костюмов для медработников. «Наши работники прикладывают максимально все возможные ресурсы для того, чтобы выполнить повышенные задачи по объемам производства защитных масок. Все субботы рабочие. Кроме того, люди приходят раньше на работу, уходят позже. Каждый чувствует ответственность перед страной». Ученые проводят исследования и называют места, где с большей долей вероятности можно подхватить коронавирус. В стоп-листе поход в магазин или аптеку, прогулка с питомцем, пидстоп на заправке. Опасно даже, как выяснилось, выносить мусор. Шоппинг в антиритинге занял вторую строчку. «Я в основном хожу маленькие такие, где там зайдешь, и один человек, а то и никого нет». «Страшно вот выходить на улицу?» «Вы знаете, надо настроиться морально, и как раз не будет страшно». В магазине на Минской администрация, что называется, в теме. В фокусе безопасность покупателей, в торговом зале кругом антисептики для рук. На продавцах марлевые повязки и перчатки. С поставщиками теперь работают в основном по электронной почте. Никаких лишних контактов. «Мы всегда утром проводим пятиминутку, измеряем температуру. Естественно, самочувствие, как себя человек чувствует. Слава Богу, что все у нас в рядах». Директор откровенничает, еще на прошлой неделе тележками вывозили гречку, лимоны, сахар и соль. Сегодня в корзинах продукты первой необходимости. «Заразиться можно в любом месте, и в общественном транспорте, и в магазинах, и при посещении каких-либо массовых мероприятий. Но необходимо соблюдать какие-то определенные меры личной профилактики, меры общественной профилактики». Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии уверяют, повода волноваться нет. Инспекторы держат руку на пульте, общепит проверяют регулярно. Особое внимание проветриванию и исправности вентиляции. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Накануне в мире отпраздновали День культуры. Во многих странах мероприятия провели с оглядкой на пандемию коронавируса. Где-то их и вовсе отменили. Как это время существует Бобруйский театр, спросим у специального гостя. Главный режиссер Могилевского областного театра драмы и комедии Станислав Савостин уже в нашей студии. Сразу вопрос. Поздравляю вас с прошедшим праздником. Кстати, отмечали как-нибудь? Расскажите. Вообще-то театр, конечно, отмечает в большей степени День театра, чем Международный день культуры. Так как День театра тоже международный. Но в этом году впервые вообще в моей практике получилось такое, что День театра не отмечали никак. То есть традиционного капустника, традиционного вручения каких-то призов, грамот и так далее, как обычно это происходит. Зрители в зале этого не произошло. Но немножко позже произошла ситуация, которая меня поразила. Я бы очень хотел о ней рассказать. Мы уже стояли, все уже практически разошлись и стояли несколько человек на улице у служебного входа. Там была очень хорошая погода. И вдруг я увидел, что идет какая-то женщина пожилая, несет несколько таких пакетов из магазинов, в которых стоят коробки конфет. И я не знал, что она идет к нам, но она шла, направлялась к нам и сказала, я в трауре, господа, от того, что нет Дня театра, от того, что я не могу быть в зале, чтобы поприветствовать моих любимых артистов. Но я не могла не поздравить с этим праздником, тех, которых я очень люблю и за которыми давно наблюдаю. Она сказала, что она уже, наверное, лет 35 наблюдает за театром, является его яростным поклонником, знает всех артистов, знает все спектакли. И она принесла вот эти коробки конфет для четырех актрис наших возрастных. Это Наталья Михайловна Кашпур, это Галина Николаевна Агейкина, Татьяна Васильевна Дорогобед. Сюда попала тоже в этот список и Зареба Жанаты Константиновны. Вот они удостоились вот такой вот награды от зрителя, который просто пришел. И я тогда произнес такую фразу, вы знаете, все-таки праздник удался, потому что это, наверное, самая большая награда, которую может получить актер. Многие белорусские театры практикуют спектакли онлайн. Есть ли у нас такая возможность и были ли вообще такие мысли? Расскажите. Возможность, безусловно, есть, но я лично не рассматривал такой вариант. Честно говоря, я против такого варианта. Объясню, почему. Я не хочу превращать театр в кино. Кино — это отдельное искусство со своими правилами, со своими методами воздействия на зрителей. Театр — это все-таки дыхание, живое общение зрителя и актера. А над чем сейчас работает вообще театр, расскажите? Сейчас театр находится чисто в репетиционном периоде. Мы просто репетируем спектакли, как это говорится, в стол, то есть на будущее. Я не знаю, когда это все закончится. Есть, конечно, какие-то мысли на этот счет. Но все-таки, если когда это все придет в норму, и все будут здоровы, и потянутся опять, соскучившись к нам в театр, я уверен, что это произойдет. Я хочу, чтобы наш театр драмы и комедии Бобруйский показал 5-6 премьер. Это минимум. Многие предприятия города перепрофилировали свои цеха под изготовление средств защиты. Есть ли такая возможность у театра, и была ли вообще такая мысль, расскажите? Есть такая возможность у театра, и мысли такие тоже есть, вернее, были. Дело в том, что мы уже, пользуясь опытом других театров, которые тоже этим занимались, мы выяснили такой вопрос, что наши маски, которые мы шьем, они не соответствуют каким-то ГОСТам определенным, и их забраковывают врачи. Сертификации нет? Да, 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 не та сертификация. Очень мне приятно, что есть такие вот позывы от людей благородные, такие вот они хотят помочь, и вот как могут. Но, к сожалению, наверное, все-таки это должны делать люди, которые, ну, как-то понимают, вот в этом, да, какие-то материалы особенные. Я тоже, повторюсь, не силен в этом вопросе. Скажите, а среди самих актеров какие-то принимаются меры профилактики? Обязательно. У нас везде есть антисептики, которые надо обрабатывать руки. Это и на входе, и в туалетах, и в комнате выхода актеров. В общем, их просто немерено, они везде есть. Плюс ко всему, очень многие артисты, да и так работники театра, приходят в индивидуальных масках, и в них уже и работают, и ходят. Хотя репетировать в масках, конечно, невозможно. Еще вернемся к анонсу премьеры, вот номер 13, да, вы говорили. А насколько я знаю, вы сами играете одну из главных ролей, да? Насколько удается совмещать, расскажите. Этот спектакль я не ставлю. Спектакль ставит Татьяна Троянович. Там несколько главных ролей, это одно из главных, я и работаю. Совмещать, мне сейчас приходится совмещать и режиссуру этого спектакля, и мою главную роль, это правда, потому что Татьяна Троянович приезжает, делает задел какой-то и уезжает. И я уже дотачиваю это до совершенства. Ну, если вот как-то получится так, что все будет, слава Богу, и в ближайшее время откроется театр, да, есть ли какая-то первая премьера, которая будет, или пока все-таки нет планов таких? В ближайшее время, конечно, если театр откроется, то мы покажем номер 13. Чем живет культурная мека Бобруйска во время пандемии, нам рассказал главный режиссер Могилевского областного театра драмы и комедии Станислав Савостин. Спасибо. Ну, а сейчас к другим темам. В эти дни к белорусским медикам приковано особое внимание. Горячие обеды, средства защиты и переводы на открытые счета. Город против ковид. В Бобруйске стартовал марафон добра для тех, кто сейчас на передовой. Плечо подставляют крупные бизнесмены и госорганизации. Максим Кембель, а тех, кому не все равно. Спасибо нашим докторам. Простые горожане, бизнесмены и целые предприятия дали старт добрым акциям. Сейчас медики работают на износ. Любая поддержка – глоток свежего воздуха. Бобруйск Агромаш направил на помощь врачам 3000 рублей. Мы, как коллектив Бобруйский Агромаш, сделали сегодня первый шаг. На своем личном примере показываем, что это очень важно. Быть вместе, объединяться и решать нашу общую проблему совместно. Вскоре перечислят еще 20 тысяч. К марафону добра присоединились и сотрудники МВД. Силовики преподнесли сертификат на сумму более 2000 рублей. Деньги от сотрудников Кировского, Кричевского и Бобруйского отделов. Мы в дальнейшем будем оказывать всемирную помощь и поддержку нашим врачам, для того, чтобы мы все вместе, совместными усилиями, справились с этой большой проблемой, которая сейчас существует в нашем обществе. Заметные игроки на рынке фастфуда тоже подставили плечо медикам. Всемирно известная пиццерия Доминос раз в неделю доставляет коробки с едой прямо на Гагарина 20. На данный момент уже пиццы были доставлены в приемное отделение инфекционной больницы. Был покормлен весь персонал данного учреждения. Уже неделю докторов балуют шаурмой. Мексикана, чикен, грибная, спыл в жару. Во время доставки следят, чтобы не остыло. Передали более 400 штук и не намерены сбавлять обороты. Порция в 500 граммов заменяет полноценный обед. В курином мясе много белка, в овощах клетчатка и витамины, в лаваше и соусе быстрые углеводы. Главное не налегать. Медики знают, как никто, рацион должен оставаться разнообразным. Как раз тот момент, когда деньги не имеют значения. То есть какая-то беда может настичь каждого. И мы считаем, что мы должны помочь врачам тем, какая возможность у кого есть. Гаджет для бессонных ночей. Кафе «Тикава» подарила инфекционной больнице кофе-машину. Сейчас настало такое время, когда люди должны объединяться, помогать друг другу, поддерживать друг друга, проявлять те качества, которые мы подзабыли. И хочется верить, что сложные времена – это как испытание на прочность. И мы хотим вот тоже в этом участвовать и помогать. На красном пищевике готовят спецзаказ. Машину доверху набивают лакомствами, совсем как новогоднюю коробку конфет. Заодно положили средства защиты. 600 масок и столько же пар перчаток, халвичные ореховые пасты, свыше 40 килограммов зефира и мармелада – все это богатство для наших медиков. Подарки передают врачам. В администрации кондитерской фабрики отметили, то ли еще будет. День в день доставят еще сотню килограммов сладостей. Хочется поблагодарить медиков Бобруйска и медиков Республики Беларусь за ту работу, которую они осуществляют в режиме фактически нон-стоп, по 24 часа, 7 дней в неделю, находясь на острие проблемы. Пожелать им крепкого здоровья. Медики уверяют – такая поддержка – огромный вклад в благое дело. Хочу выразить слова благодарности от всех медицинских работников нашего города и района за ту помощь, за то внимание, которое сейчас обращено к нам, к сфере здравоохранения в этот непростой для всех, для нас период. Сказать спасибо нашим супергероям в эти дни может каждый. Телеканал Бобруйск 360 совместно с Ефир ФМ запустили в интернете флешмоб под специальным хэштегом «Спасибо за». Видео публикуется на YouTube-канале и в соцсетях. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Обновка к празднику. Студенты колледжа имени Ларина в канун 9 мая благородили ограждение вдоль Георгиевского проспекта. Несмотря на непогоду, волонтеры вооружились кистями, краской и принялись за дело. Авторы инсталляции рассказывают, голуби символизируют мир. Лента в цветах государственного флага растянулась на десятки метров. Ее украшает яблоневый цвет. Забор вдоль Георгиевского проспекта, со слов горожан, заметно преобразился. В прошлом году наш колледж объект этот полностью обновлял. В этом году он подлежит легкой реставрации. По собственной инициативе мы всегда участвуем в различных акциях. Мы обновляли церковь, мы обновляли части города, там, где требуется художественная часть, либо столярная часть. Становись, ровнясь, мирно. В стране продолжается весенний призыв. В мае полторы сотни новобранцев из города и района пополнят ряды белорусской армии. Пока будущие солдаты проходят медосмотр. Для профилактики молодых людей разделили на группы. К врачам сейчас приходят строго по записи. Санобработку в комиссариате проводят ежечасно. От сил специальных операций до погранкомитета бобручане будут служить практически во всех уголках Синеокой. Первые новобранцы отправятся в части 15 мая. Наш корреспондент Мария Бушкевич их слегка опередила. Я решила на себе испытать все тяготы военной службы и на один день перевоплотиться из корреспондентов солдата. Ну что, попробуем? Ролен поста, пропусками, функциями, предыдущих обемок. Видео вашего пробуста. Сперва-наперво получаем форму. А вы всех как солдат одеваете? Помогаем. Мы стараемся еще подбирать листа. В территории военной части первое, что поражает, это абсолютная чистота. Нет ни одной бумажки. Все достаточно просто, но очень-очень чисто. Товарищ майор, рядовой Бушкевич по вашему приказанию прибыл. Вы прибыли для дальнейшего прохождения службы в 83-й отдельный Ордена Красной Звезды Инженерно-Аэродромный полк. Прошу за мной. 83-й полк – единственная военная часть в вооруженных силах, которая занимается восстановлением и строительством аэродрома. Весь личный состав круглый год задействован на объектах. Аэродром Бобруйск уникальный, и поэтому любые типы воздушных судов, любые самолеты, любые вертолеты могут садиться на наш аэродром. Скажите, а что мы сейчас будем делать? Есть такой норматив – один архебезан одевается. Он называется так. Это одевание противогаза. Естественно, в последний раз противогаз одевала в школе. По команде газа военнослужащие обязаны, значит, первое, затаить дыхание, набрать воздух, чем можно больше в себя, затаить дыхание. Потом должен закрыть глаза. Газы. Свобода. Война войной, а обед по расписанию. Вместе с солдатами следуем в столовую. Владимир Данилович, вы как начальник столовой наверняка точно знаете, что в меню. Салат из соленых огурцов с луком, на первое щи из маринованной капусты, суп картофельный с рисом, на второе у нас картофельные перец, каркеты и макароны. На самом деле еда очень вкусная, горячая, практически как дома. Последнее задание – укладка плит на стадионе. Точно такие же кладут на взлетно-посадочных полосах аэродрома. Выдали каску, жилет и рабочие перчатки. Сейчас нам нужно сделать подушку под плиту. Для этого создается пескоцементная смесь. Тяжелая работа, конечно, но интересная. Даже один день, проведенный в армии, это очень сложно, но безумно интересно. Здесь работают замечательные люди. Службу нешла Мария Бушкевич, оператор Максим Галеонко, Бобруйск-360. Яблочные новинки – Airbnb на грани краха и со слезами на глазах. Самый большой колокол Натердама Эммануэль прозвонил в годовщину пожара. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Африки предрекли резкий рост заболевших коронавирусом. Через полгода их число может превысить 10 миллионов. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Сейчас на материке зафиксировано 17 тысяч случаев заражения COVID-19. Врачи уверяют, вскоре вирус начнет распространяться внутри страны. ВОЗ проводит работу с местными правительствами для улучшения методов лечения и предотвращения фатальных исходов. Все сложняется решением Дональда Трампа. Американский президент на неделе приостановил финансирование ВОЗ. В сети появилась утечка про яблочную премьеру. iPhone 12 Pro Max получит более тонкие экранные рамки и камеру с четырьмя сенсорами. Судя по этой 3D-модели, корпус станет шире в сравнении с нынешним флагманом. На задней панели iPhone будет расположена камера из трех объективов и лидара для работы с дополненной реальностью. Первым устройством Apple с такой технологией был планшет iPad Pro. Для передачи 5G сигнала аппарат получит более крупные вырезы под антенны. Динамики зазвучат на 10-15% громче. Смартфон должен выйти в светло-синем, фиолетовом и светло-оранжевом исполнении. Сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb теряет сотни миллионов долларов из-за коронавируса. В марте 2020 число брони упало на 95% в Азии, на 75% в Европе, крупнейшем рынке онлайн-гиганта, и наполовину в США. В компании пояснили, всему виной закрытые границы. Мера также резко снизила мобильность внутри стран. Чтобы выстоять, сервис привлек миллиард долларов, но расходы превышают эти траты в пять раз. Airbnb, убеждены аналитики, может не пережить глобальный карантин. Шведская принцесса решила помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Она прошла короткосрочный курс обучения для медработников и теперь работает в больнице в Стокгольме. София вместе с другими добровольцами будет помогать медсестрам и врачам принимать пациентов и решать административные задачи. Прежде чем стать женой принца Карла Филиппа, девушка работала моделью. Еще до знакомства с наследником престола она занималась благотворительностью. После объявления пандемии коронавируса принцесса поклялась, что поможет своей стране справиться со смертельной инфекцией. В честь приближающегося юбилея телескопа «Хаббл» на сайте НАСА добавили новую функцию, которая будет связана с праздником каждого жителя планеты. Любой пользователь может ввести дату рождения и увидеть наиболее значимую фотографию из тех, что телескоп делал в этот день за весь срок работы. Услуга бесплатная. В апреле «Хаббл» отметит 30-летие. За годы непрерывной службы устройство размером со школьный автобус совершило около полутора миллионов наблюдений. Каждый день в его объектив попадали новые космические объекты. В каталоге НАСА, уверяют ученые, найдется что-то потрясающее на любой день в году. 15 апреля в 20 часов по парижскому времени самый большой колокол Нотр-Дама Эммануэль прозвонил в память о пожаре, который случился в соборе ровно год назад. Звон, сопровождающийся аплодисментами парижан, продолжался пять минут. Колокол Эммануэль был подарен храму королем Людовиком XIV в 1686 году. Ровно год назад, напомню, в соборе произошел пожар, полностью уничтоживший шпиль и крышу Нотр-Дама. Причины возгорания до сих пор не установлены. Ранее Мануэль Макрон пообещал, символ французской столицы будет полностью восстановлен к 2024 году. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова